...себе. Орехи, технику, юниты. Ах, так. Во-первых, я не хапуга и не грызун. Ты спрятал на борту трофеи. Неси их, живо. Да нечего нести. Грут взорвал наш тайник на контракте. Питер Квилл, скажи грызуну, что его эгоизм нас погубит. Ракета, поделись юнитами, нам очень надо. Мне тебе по слогам повторить? У меня их нет! Ну ладно. Ты ему веришь? Ох, я не вру. Так что отстань и иди, донимай кого-нибудь другого. Непременно. Чего тебе, Квилл? Ищешь юниты? Пошарю себя в каюте. Открай, Питер Квилл. Прикажи древу открыть дверь. Я уверен, что грызун хранит в уборной свой запас юнитов. И он попросил своего доверчивого сообщника перепрятать деньги. Ладно. Я проверю, не занят ли он чем-нибудь странным. Приемлемо. Крут. Я. Ты как там? Можешь открыть дверь? Новый клуб. Это что, моя щетка? Я не знаю. Ну вот. Теперь новую покупать. Это что, моя щетка? Какая щетка? Я не знаю. 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 Так зловеще. Эй, тебе кто разрешил это трогать? Я же не захожу к тебе и не лапаю твои вещи. Что? Ты хакнул мой визор и добавил счётчик очков, пока я спал. Э, это другое. Доработка. И чё, между прочим, ты храпишь. Я на драк загнал, но... О, квил. Сходи как к доктору. Ревёшь как торг. Я не храплю. Особо. Да, ну-ну. Что это вообще такое? На вид, как стальной лицехват. Это просто спинной модуль контроля. Да, точно, узнаю. Спиной чё-то там... На полусвете учёные использовали такие штуки, чтобы держать суперсолдат в узде. Нажали на большую красную кнопку, бах, ты сразу, паинька. Обалдеть. Ракета. Что конкретно Кри с тобой делали? Рвали на части и собирали. Снова и снова и снова, пока не получилась эта... Безродная тварь, из которой можно лепить всё, что хочешь. А, ракета... Это же ужас. Про империю Кри рассказывали всякое, но... Ты знаешь, каково утратить контроль над своим телом? Жить в сплошной агонии. В плену своего тела. Творить зло. Против собственной воли. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Этот модуль был гарантом того, что я подчинюсь. Ого! Хочу я того или нет? Маленькая, мохнатая машина смерти. Я быстро понял, что лучше не сопротивляться. Ясно. Так давай выкинем его за борт. Покажем средний палец тем сволочам, которые его создали. Я не готов расстаться с этой частью себя. Но когда-нибудь... Ты точно уверен, что хочешь хранить его? Вдруг он... Мною управляет? Я давно решил для себя, что больше никому не позволю управлять мной. Как по мне, это просто кусок лома с довеском из воспоминаний. А сколько было суперсолдат на полусвете? В самом начале? Может, сотня. Когда я сбежал, только я и Лила. Она была первой, кто умер не из-за модуля контроля. А Лила тоже? Что, енот? Или не енот? Ты пойми, она их боялась, а модуль контроля не давал нам взбрыкнуть. Ну, мне взбрыкнуть. Звучит... Жутко. Не представляю. Ну, я применил свой талант. Придумал, как перегрузить модуль контроля. Когда нас выпустили из клетки, БАБАХ! Я пробил дыру в ближайшей стене. Мы не знали. Я не знал, что лабораторию охраняют роботы. Уже у ворот Лила прикрывала меня, пока я подбирал частоту модулятора. И, как они открылись, она вытолкнула меня. Её убили. Ракета. Уже не важно. Что было, то было. Да? Это просто память. Я тебе очень сочувствую, Ракета. Правда. Синица, ты на связи? Я знаю. Ты думаешь, я тебя сдал. Гамора, я тут... С кем ты разговаривал? Кто это, Синица? Это... был позывной Йондо. Он был Синица, а я пацан. Я правильно поняла? Йондо Удонта, предводитель космических пиратов, гроза системы Сириус, отпетый негодяй, выбрал себе позывной Синица? Даже вышел его себе на куртке сзади. Волшебно. Это и было волшебно. С самого дня нашей встречи. Как вы познакомились? Земляне и Центавриане вообще-то не соседи. Начитал Репрайм. На четвертый год моего заключения. Стой. Йондо был военнопленным, но пираты были нейтральной стороной. Ну да, и в то же время нет. У Опустошителей одно правило. Грабь всех подряд. Они считали себя нейтральной стороной. Но ведь это не так. Я хорошо помню несколько нападений на корабли Читаури, когда я была еще... Ну, сам знаешь. Они также охотно грабили сопротивление, пока их не подстерег крейсер Читаури с включенной маскировкой. Йондо не угодил на Читаури Прайм. Тебе. Угу. После побега он мог высадить меня на какой-нибудь станции или рядом с ближайшей базой корпуса, но не стал. Вместо этого он позвал меня в Опустошители. Ты долго пробыл среди них. Тебе нравилось? Да. Впервые я почувствовал, что нахожусь на своем месте. Не знаю, поймешь ли ты. Я ощутила то же самое, когда вступила в сопротивление. Как будто моя судьба наконец оказалась в моих руках. Да, именно. Первые годы это было как будто я стал членом очень большой, очень вздорной семьи. То есть, выходит, Йондо выступал как бы моим... Папой? Могло быть и хуже. Нас посадили в одну камеру. Когда он вошел, первые его слова были такие. Парень, ты ко мне не привязывайся. Я сюда заскочил чисто пожрать. А кормили в тюрьме паршиво, так что... Да, это похоже на Йондо. Сокамерники у меня сменялись довольно часто. Читаури проводили гладиаторские бои. Ты привык лицезреть смерть. Не совсем так, но я не ждал, что кого-то хватит надолго. И мне тогда еще не вживили переводчик, так что я был, по сути, сам по себе. Но Йондо говорил на моем языке. Он вызвался быть переводчиком в обмен на пайки. Даже в этой змеиной яме он занимался махинациями. В этом мы были с ним схожи. Я продумывал план побега с тех пор, как меня туда посадили. И мне не хватало только кого-нибудь вроде Йондо. Как вы сбежали? Это был план местами простой, местами сложный, а местами стыдный. Но кончилось все тем, что мы передали транспорт с краденными припасами бойцам сопротивления. Готова поспорить, что не задаром. В общем, после этого пути назад уже не было. Я стал опустошить. Ну, если ты не против, я хотел бы побыть один. А, да, конечно. Увидимся. Так, так, так. Не завалялось ли тут чего-нибудь? Да, ну. 37 юнитов. Нам не хватает еще 6963. Чтоб не лишиться корабля, Питер Квирн. Я знаю, знаю. Нам явно нужен план. Свое предложение я высказал. Ох, только не Финн Фанфум. Да, нужно поймать Финн Фанфума. Дракс, заработать можно и проще. Скажем, продав барахло Гамор. Что? У тебя этих дурацких сувениров уже, наверное, целая куча набралась. Должны же они чего-то стоить. Поход в зону и так был. Она не хочет делиться. Мои статуэтки, не сувениры. Мы все влипли, а ты даже не готова ничем пожертвовать. Положи курс к системе Маклу. Я пожертвую твоей башкой. И вези нас к величественным горам. Ребят! А ракета ведь прав. Есть немало чокнутых квил, которые за такие штуки... Нет! Предположим, моя коллекция чего-то стоит. Покупателя быстро не найти. А если и найдем, то денег все равно не хватит. Ну и самое главное, не пробуйте продать мои вещи, а то отрублю вам что-нибудь очень дорогое. Может, рассмотрим и другие идеи, например... Ну? Поимку грозного... Нет! Я есть... Говорит, надо соединить две идеи. Продадим ее сувениры Финн Фанфуму. Гениально! Да, но в твоем плане есть один из ян. Леди Хэлвендер скупает чудовищ, а ты не чудовище! Правда, он самый добрый. Я есть, Грут. Вот и нет! Кого ты надеешься обмануть? Я! Есть! Грут! Да ну! Чудовище! Сейчас покажу! Эй, тише! Грут, ты правда предлагаешь? Нет. Нет, ничего он не предлагает. Ясно? Это идея. Продать Грута, а потом его вызволить? Здорово. Леди Хэлвендер ищет монстра, по сути. Маленький уродец отлично подходит. Он склочник, садист, его душа черна и пропитана гневом. Королева щедро за него заплатит. Правда? Сколько? И ты согласен? Я знаю, кто я такой. Я знаю, он не такой. Я за Грута. Думаю, она должна на него польститься. А я за не Грута. Я тоже за жуткого зверя. Паритет. Питер? Ну, если говорить о чудовищах, Грут выглядит убедительнее. Дружище, во-первых, спасибо. А во-вторых, не сомневайся, мы тебя сразу же оттуда вызволим. Идет? Я есть Грут. Тогда погнали торговать чудовищем. Мы что, вот туда полетим? Говорят, на погодные условия Сигнарфа-9 влияет темперамент его госпожи. Женщины так не умеют. По счастью. И я почти уверен, что все не так плохо. Вон она. Крепость Леди Хеллвендер. Садись поближе к ней, Грил. Я не хочу мокнуть. Да, не вопрос. Ты летишь не в ту сторону. Он вообще не летит. Ребят, не поникуйте. Сейчас скорректируем. Расплюнуть. Это специально? Что? Зато так у нас будет время вникнуть в обстановку. Отсюда до базы километров сто. Ты знаешь, как я люблю вникать. Видимо, нет. В следующий раз я поведу. Ты уверен, что древо справится? Нет. Справится. Я есть крут. Угрюмый тон не к месту. Перестань. А твои вечные жалобы к месту? Ха-ха. Ты жалуешься на то, что грызун жалуется? Мы все жалуемся. Мы все жалуемся. Доволен? Я есть крут. Нет, не надо идти. Придется. Это хуже. Надеюсь, куртка у тебя водостойкая. Говорят, Сигнарф не купит столь низминную планку. Да не ей продать. Может, кому-нибудь на забвении? Да за нее двадцатки не дадут. Вот, если бы у нас остался мой ящик, ну, конечно, как же без дождя? Я считаю, что... Ну что, вперед. Я вам уже говорил, что ненавижу в дождь. Да ее замка не так уж и далеко. Это не замок. Это неприступная крепость. И как тут у нее проникнет? Прости, пидора. Ха-ха-ха. Тут беремся поближе. Придумаем походу дело. Тут нечего идут. Как торговцы монстрами, мы добьемся аудиэмцы и у Лени Халбаттера. Хорошо. Монстр у нас есть. Вопрос. Как сойти за торговцем? Хорошо, что на мне официальная форма торговца. Такой не существует. Правда? То, что ты не уверен, уже показатель. Я куртку не попортил. У тебя хоть куртка есть. Такое что лечь промок. Хватит кулись, шагай. Слышь, грозолож, мы что, так и пойдем пешком? Нам столько топать придется. Не жаловаться. Трудности лишь закалят твой дух. Я достаточно повидал трудностей. Большое спасибо. Представь, что это поход. Весело же. У-ху! Пеший тур. Это то же самое, что я сказал. Да ладно, зато не будет скучно. Ладно, ребята, тут по прямой. Главное, не отступиться. Мы справимся. Только не упадите, ладно? Согласен. Эти милоседяты нет, леди Халбандер. Ты как будто хочешь попасть под молнию. Предательница, читал, и не понять, насколько это ценно. Что именно ценно? Погибнуть? Вы иди в прямое столкновение. Все, что с собой не так? Леди Халбандер признает уличие вещей. Это из-за тебя нас испытывает. Покажи силу, королева-чинович. Ты понимаешь, что она не управляет погодой? Она такая же, как мы. Леди Халбандер не читана, она королева. Это не значит, что хорошая. Это уже перебор. Неплохо, леди Халбандер. Так все-таки идем? Это верно. Слышнил! Лепость вон там! Слышнил! Знает он, что времени нет. Держи Халбанд! Это называется разведка! Нет, это называется не в ту сторону! Блядь! Ладно, это оказалось опаснее, чем я думал. Ты ведь живешь опасностью! Не хочу жить дальше. Если кто-то умрет, я пойду обратно. Держи! Вау! Я когда-нибудь говорил, что ты на миху бомб. Да! Это же просто. Черт, вот опять! Да! Он говорит, открыться, пасти! Кошмарное предложение! Просто идем дальше! Беги! Как нарочно к нам бьешь! Она хочет видеть твоих быцей! Точно! все целы! Надо было лететь на маклу. О, старый корабль сопротивления. изрешеченный в дрызг! Изрешеченный в дрызг! Несомненно, она и ее друзья читали! Мы не друзья! Ребят! Я езжу! Я езжу! Эх, не знаю. Ножи не движутся. Осторожнее, грызун. Но я выжил на полусвете. Боюсь я, как вы... Он не один! Готовьтесь! буюсь! Брун! Нам нужно время! Оторви ракета! Что это за хвари? Стреляй, главное, а не плахать! Может, тебя доканулась, да? Твои рефлексы достойны похвалы. Надо уничтожить желе! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Где Грут? Постался наверху Всё осмотрел, Крилл Нам нужно поговорить Я хочу Обсудить Кое-что личное Что такое? Ну, мне не очень нравится Эта затея с Грутом Мы всё обсудили Ничего с ним не будет Да? Ну а вдруг? Вдруг что случится? Грут — моя семья, Крилл Только он один меня и понимает Знал бы ты, что он пережил Как с ним обходились Его держали в клетке И рассматривали как диковин Грут сам вызвался А если Гамора возьмется шутить, думаешь, будет смешно? Не пойму, к чему ты... К тому, что Грут не умеет обманывать Он не монстр С чего ты взял? Это очевидно Тебе может быть Но трое из пяти считают, что должно прокатить Тогда ему шанс Он знает, что делает Ладно, вот упёрт Пойдём Чем быстрее доберёмся до Леди Хеллбендер Тем быстрее сможем отделаться от штрафа Тебе-то легко говорить Не тебя выставляют на продажу Эти джунгли прекрасны Только тот смерть подстерегает на каждом шагу Именно тем они и прекрасны Мы живы Ты вечно волнуешься Так и не видно этой когтистой твари? Нет Только желешки Значит, она охотится Какой-то вмять лабиринт Деревья на вид Как... Как огромные Вытянутые ириски Что? Какие ещё ириски? Они сладкие Тягучие И тают во рту И, видимо, похожи на деревья Не делают их из них Нет, это просто название Я мечтаю взглянуть на легендарный зверинец леди Халбанда Титерквилл Я отыскал дорогу Точно, Дракс? Нет Ну и ладно Титерквилл Да-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка Ну и ладно... Если ходить только туда, где нам рады, то будем стоять на месте. Ну да. Гамора, так насчёт следов. Ты над домом прикалываешься? Нет. Ты боишься, грызон? Я осторожен. Учитывая мои размеры, некоторые твари могут проглотить меня одним махом. Твари могут проглотить меня. Продолжение следует... Продолжение следует...